На Руси все реки названы именами зачинателей человеческого рода. Самые крупные реки у нас получили имена главных персонажей человеческой истории. Например, река Дон, берущая начало в Новомосковске, олицетворяет нашу галактику Млечный Путь и в русской мифологии олицетворяла молочную реку, реку первозданного мира. В древние времена на Руси царствовал патриархат. Дети считались потомками по мужской линии. Основная часть русского народа сложилась в те самые времена, когда отец становился основателем, держателем и продолжателем рода. Реки, получившие название в эти времена, считались персонажами, духами или божествами мужского пола. А их женами становились водные объекты женского пола – озера и моря. Притоки русских рек считались детьми основной реки. Великая русская река Волга названа в честь Велеса – духа времени, а его супругой стала Волыня – дух Волынского, то есть дух Каспийского моря. Муж река вливался своими водами в море жену. Так и творилась жизнь. Понятие «дух» на Руси обозначает то же, что и в физике обозначает любая физическая величина. Например, единицей измерения силы является Ньютон, а единицей измерения напряжения является Вольт и так далее. Это с одной стороны имена людей, а с другой – физические единицы, то есть те старые ученые, открывшие физические явления, теперь стали духами или божествами. Нарекая именами духов или божеств главные водные артерии своей родины, русские люди создали такую мифологию, которая, с одной стороны, обозначала реальную историю со всей сложной судьбой народившейся и расселяющейся русской нации, а с другой стороны, русская мифология закрепила собой эту самую историческую реальность. Именно поэтому, составляя родословную русских богов и народов, представленную в моей книге «Сварог и сварожьи внуки», я обратил внимание на то, что она удивительно точна. В ней каждому мужу соответствует одна жена. Все дети имеют точно определенных родителей. И все семейные пары русских божеств тоже идентифицированы как по территории, так и по времени с абсолютной точностью. Волга, река Велеса, самая большая русская река, с самого своего начала в человеческом восприятии олицетворяла время. Текущая откуда-то вода какое-то время находится перед наблюдателем, а затем утекает туда, куда мы можем достать разве что только своими мыслями. Наблюдая неспешные течения русских рек, наши предки концентрировались на своих мыслях, а также устремлялись мыслями в омута и стремнины родных рек. Там в глубинах, за камнями и струями, за тинами и песками, в береговых пещерах и заилиных ямах обитают рыбы, столь же разнообразные и причудливые, как и наши русские мысли. Выудишь одну такую мыслишку, и вот она уже тебе и пользу какую-то сослужила. Маленькая мысль, маленькая польза, большая рыба, и польза от нее позаметней. Хотя все мы знаем, в ухе даже самый мелкий ерш является ее украшением. Мысли человеческие, подобно рыбам, есть белые и чистые, как красноглазые плотва, переливающиеся серебром лещ, столистые густера. Есть мысли сумрачных донных отложений, как усатые сомы. Есть мысли хищные, как быстрые головли. А есть мыслишки полудохлые, как пузатые, но так и не выросшие горчаки. Все они сосуществуют в одной и той же реке. Во всех русских реках одни и те же рыбы. У всех русских людей одни и те же мысли. Народ рождается из сети рек, питаясь водой из тех же самых ключей, что и реки. Русские деревни и города всегда обустраивались на берегу реки. Деревня вырастала на верхотуре близ небольшой речки. Город возвышался на горнем берегу близ слияния двух крупных рек. Древние города Руси выросли на берегах великих рек. Многие помнят летописный сюжет, в котором рассказывается, как одно из крыл русского народа, ведомое славянам и русам, пришло на земли нынешнего Новгорода. Там были основаны города Русса, Новгород, Волхов и другие. Там реки получили имена героев этого русского племени. Сколько веков утекло с водами русских рек, но и города русские стоят на приютившей их земле, и реки, питающие эти города, все еще живы. К нам в настоящее приходят они из будущего, из чистых источников, в которых рождается вода. Мы пьем ее. Она омывает наши тела, наши души, наши мысли, все запоминает и ненужное уносит в мировой океан, где эти воды и пришедшие с ними мысли очищаются и закладываются на вечное хранение. Некоторые из них возвращаются в наш мир. Воды в виде небесной хляби из дождей и туманов. Мысли в виде памяти предков, великих историй и многочисленных воспоминаний. Вы слышали, что иногда с неба падают вместе с дождями и рыбы. Это пути того самого возвращения перепутываются между собой. Мысли материализуются и становятся рыбами. В таком виде их посылает нам небо, чтобы мы чаще задумывались над тем, что наш аквариум под названием мир подобно стеклянным стенкам своим куполам отграничен от внешнего пространства. Мы сосуществуем друг с другом. Мы должны сосуществовать, чтобы мы могли жить. Есть, конечно, и те, кто уверяет нас в существовании космоса. Мол, за стенами аквариума есть такая же вода, в которой нам будет столь же комфортно, как и здесь, дома. Мол, ну, загрязнили мы свою планету. Ничего страшного, сбежим на другую и будем говнять там. Я видел, как такие рыбы выпрыгивают из аквариума и бьются головой об пол до тех пор, пока не высохнут или пока не станут добычей кошки. Некоторых выпрыгнувших я возвращал в воды родного аквариума. Благодарности от них я не видел, зато некоторые покидали аквариум во второй раз. Таких космонавтов-героев, дважды выходивших в открытый космос, я уже в их дом не возвращал. Да и чувство гордости за их одержимость никакого не было. прыгунов-героев, среди таких прыгунов один все же отметился. Вы все знаете его. Он каждое утро рассказывает вам свою сказку. Напомню ее вам и я. Как-то в который раз уже перешагивало солнце через реку мыслей, а на ней рыбаки со своей утлой лодочки мелкими сетями пытались загробастать себе великий улов. Они тужились и срывали руки в кровь, затаскивая на борт сотни разнообразных рыб. Каждый из рыбаков надеялся, что наловит столь много рыбы, что ее хватит и на еду, и на продажу. А когда рыбак получит за рыбу деньги, став богатым, он заставит окружающих себя уважать, и все, все, все станут прислушиваться к его словам и внимать его мыслям. В таком режиме шли дни, годы и пролетали жизни рыбаков. Никто из них не поднял голову вверх и не всмотрелся в небесные воды, по которым двигалась лодка с единственным пассажиром по имени Солнце. Так вот, когда Солнце, в которой уже раз переплывало через реку, в которой копошились рыбаки, светило не выдержало и обратилось к ним. Мол, поднимите ваши лица, посмотрите на меня, поверьте в меня, и я вас сделаю не то, что ловцами рыб, ловцами душ человеческих. С тех пор все рыбаки в тот или иной для себя час слышали такое обращение. Многие поднимали свои лица, но ослепленные ультрафиолетом новоиспеченного Бога закрывали свои глаза и, оставаясь незрячими, кричали Солнцу «Ты наш Иисус Христос!» Такие погружались в непроглядные пучины слепой веры, где к ним выныривали усатые и пузатые самы, нарядившиеся попами и священниками. Другие, посмотрев на Солнце и поняв, что оно еще высоко и рабочий день продолжается, возвращались к работе, не путая свои мысли с мыслями небесной лени. И только некоторые из тех, кто воззвал к Иисусу, будучи незрячими, отважились открыть свои глаза. Они увидели, что голос исходит от Солнца и никакого чуда в этом нет. Зато, поняли они, можно взять в свои руки право издавать от имени обычного Солнца законы и вершить судьбы тех, кто боится открыть свои глаза. Эти отважные по сей день становятся депутатами, министрами и президентами. они ловят своими сетями души человеческие. Одних возвышают в Кремли и госсоветы, других отправляют в тюрьмы и на каторги. И в кабинете каждого такого слуги народа висят иконки, образа и чадят свежекупленные свечки, напоминая слуге, что он действует от имени Иисуса и таких, как он, целое воинство. Праведное воинство, праведное настолько, что все войны прошлого и настоящего развязаны только во имя религий. Вот и солнце, получившее от таких праведников религиозное прозвище Иисус Христос, то есть золотой свет, продолжает шествовать по небу и наблюдает, как теперь после того, как люди обратили к нему лица, они убивают друг друга. Иисус Христос, из неведомого истока чистые воды реки несут к нам будущее и надежду на счастье. Достигнув нас, река превращается в сцену, на которой разыгрывается каждый наш нынешний день. Мы с надеждой следим за леской, ожидаем поклевки, удачи и планируем, как вот уже сейчас будем вытаскивать свою огромную рыбину. Но часто река отдает нам только подлесчиков, не дорожших даже до размера ладони, лопыриков. Все триумфальные концерты в наших мыслях сразу же перестают звучать, закидывая в очередной раз снасть и провожая своим взглядом воды реки дальше, мы наблюдаем, как и наши надежды устремились дальше по реке времени в прошлое. В одну реку нельзя войти дважды только тем, кто не умеет помнить. А тот, у кого память является нормальной функцией организма, может оставаться в реке времени столько, сколько позволят ему ресурсы его памяти. Но постепенно обращения даже к самым счастливым воспоминаниям будут стираться, пока последние молекулы воды не исчезнут в жерле ближайшего океана. Народная молва помнит русалку по имени Русь. Она стала проматерью русского народа. В древние времена наш праотец по имени Перун гулял вдоль реки и забрасывал в нее свои молнии в надежде поймать очередную добычу. Идет он вдоль речки и видит, на камешке на бережке сидит прекрасная русалка. Она греется и поблескивает цветными оттенками своей чешуи. Закинул Перун молнию и угодил в камень. Тот тотчас стал красным, а русалка тут же влюбилась в Перуна и пошел от них русский народ. Случилось все это в незапамятные времена на Красной реке, которое нынче называется Упой и течет по красному городу Туле. И мы летним вечером посидели на берегу этой величественной реки, полюбовались игрой русалок, понаблюдали за своими мыслями, уже ночью выловили в них тех самых усатых сомов и под утро вернулись в Тулу древнейший и красивейший город планеты. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова